дорогие друзья хотел поговорить про ленту курт в данном случае вот мы используем на объекте дорогая 25 метров тысячу рублей отдали цены сейчас скаканули ужас вот у нас грубо говоря вот обклеить чтобы здесь коридорчики с этой стороны мы углы внутренние тоже вот клеем ты с этой стороны вот у нас 25 метров притык то есть вот это вот осталось лента еще сюда будем клеить просто мы здесь штукатурили как раз все уровень вот я хочу я хотел сказать про ленту нас по новой техники клеим ее то есть до этого мы использовали бумажную ленту сейчас мы используем ленту курт но опять же по ускоренному режиму то есть раньше как мы делали мы сначала протягивали шов вот видно шоу да там то есть когда срезная фаска идет или обычная то есть прогоняли сначала шов и такая и такая фаска зачищали делали делали ровный стык чтобы не было ямки вот соответственно грунтовали потом клеили на ленту ленту на пва бумажную предварительно ее замачивали вот и после этого после его высыхания сверху проходили в два слоя унифлотом вот такая у нас была технология в чем минус такой технологии это время время и бумажная лента есть бумажная лента теперь вот с лентой курт она на самом деле но пока вот мы наклеили проблем каких не было то есть не разбухает не отходит и клеим мы ее на шпаклевку данном случае семиновская шпаклевка вот 86 то есть подобие унифлота решили попробовать то есть унифлота не было все раскупили бегали по всему тулаковскому рынку нигде нету вот но уже не говоря про всякие другие бывают магазины вот заехали вот взяли не были был унифлота здоровые мешки нам здесь маленький объем мы хотели взять маленький мешочек говорится большой мешок унифлота 3800 что ли это это на вчерашний день или даже на позавчерашний уже не помню когда покупали вот сейчас уже цены еще выше стали наверное говорит каждый день цены растут вот так что я хочу сказать наклеили моноси минус какую-то шпаклевку то есть не стали мы клеить на пва как обычно с чем это связано это связано со скоростью то что мы имеем мы сначала грунтуем шов наносим немного шпаклевки или клеим ленту почему с бумажной лентой мы раньше так не делали потому что бумажная лента она раскисает то есть у нас много было потом воздушных пузырей когда мы клеим потом лента начинала где-то пузыри из того что начинает размокать начинает какой-то типа обои эффект вот эти пузыри образовываться и соответственно приходилось нам вырезать потом или менять отдирать вот здесь лента вот это курт она во первых более эластичная то есть тянется немного и соответственно держит лучше трещины чем бумага потому что у нас даже у бумаги были случаи что по периметру то есть даже не здесь трещина появилась а например тянет за собой и и вся лента немного например смещается здесь лента начинает отходить связано ли это с тем что просто бумага плохо держится или возможно сдвиг произошел это как говорится неизвестно и непонятно вот но однозначно то с бумагой больше было заморочек бывали еще такие заморочки когда мы покупали клей пва он был например там замораживался там просроченный то есть вся лента отходила прям вся то есть меняли клей нормально то есть много таких нюансов было вот ленту тоже мы покупали разную одну купишь отходит вся другую купишь нормально держится поэтому раз на раз не попадалось поэтому мы решили на переходить уже на ленту корда пускай дороже она стоит но по крайней мере мы наклеили те же самые внутренние углы мы наклеили и забыли все то есть никаких пузырей ничего не будет самое главное время время то что получается мы за один раз проходим кто-то спросит вот эта ямочка на самом деле есть ямочку то есть так посмотреть то есть шов мы вот так видно он просил он просил немного но видно ямочку там вот что делать что делать с этим швом отойдет ли здесь но на самом деле вот тестили тоже у нас мастера кстати здесь тоже видно просила вот наглядно и не увидим ну вот видно ямочка вот то что ленты курт она вместе с шпаклевкой немного прогибается и пускай это нам на руку даже с того соображения что то есть она в этом месте не натягивается то есть она вместе шпаклевка играет потом сверху проходим и все становится однородным вот но зато в чем плюс плюс в том что мы за один раз проходим шов и клеем ленту это большой плюс то есть пускай вот такая ямочка будет везде здесь как бы срезалась фаска с одной стороны с другой стороны заводской шов вот здесь тоже так они здесь по моему да здесь точно также с одной стороны фаска с другой заводской то есть вот такие места как бы ну нормально то есть видно здесь лента не отошла вот самое главное мы переживали тестили вот такие вот моменты то что лента она ну то есть прогибается туда в шов вот и таким образом потом сверху проходишь и все нормально то есть это очень сильно ускоряет вот еще хочу сказать относительно внутренних углов с внутренними углами такой же плюс то есть когда сейчас я какой-нибудь найду получше уголок чтобы было здесь посветлее то есть смотрите получается мы когда проходим также забиваем сначала угол то есть сначала проходим фаску здесь у нас фаска срезалась вот заравниваем наносим чуть-чуть клея соответственно сюда наносим потом прогибаем ленту туда и фиксируем шпателем не фаску давим продавливаем к стене потому что стена как бы ну чтобы не проваливалась она туда то есть проходим делаем аккуратненько все убираем вот и что я хочу сказать то есть где фаска она тоже немного проседает вот если так вот сейчас возьму ну вот сам уголок видно он чуть-чуть туда клюнул да то есть вот здесь вот самому самому уголке туда немного клюнула шпаклевку вот видно что это нам дает это дает то что когда мы потом будем покрывать у нас если раньше бумажная лента когда мы например проходили угол сначала потом клеили у нас какие-то пузыри образовывались то здесь получается нам ничего не будет мешать то есть у нас в углу будет шпаклевка не лента вот сам угол это шпаклевка это большой плюс то есть угол получится лучше и четче лента не будет мешать это дает возможность того что если даже где-то вы чуть-чуть не додавите за счет того что у вас фаска обрезная она как бы чуть-чуть за собой ленту потянет потянет собой вот тот же эффект получится как у фаски получится такой же будет небольшая ямочка такая только в углу и как раз потом когда вы будете шпаклевать у вас соответственно весь шов вся линия будет ровненько то есть не будет никаких пузырей то есть этот как раз плюс того что мы сразу клеим ленту то есть не как раньше раньше у нас когда мы бумажную ленту клеили мы проходили забивали шов в два раза потом шлифовали у нас получалось ровная поверхность потом клеили пва и промазывали ленту и у нас получалось из-за того что она бумажная у нас чуть-чуть внутренний угол натягивался и получалось что мы шпателем когда шпаклы мы ведем вот именно вот по этому внутреннему углу по бумаге вот и то есть на самом деле в некоторых местах если некачественная бумага она сильнее натягивалась и это очень плохо было для ровности угла здесь вот этой проблемы нет потому что лента курт утягивается вместе с шпаклевкой как раз создает нужный вот нужную ямочку небольшую маленькую для того чтобы не повреждать угол надеюсь понятно объяснился вот поэтому переходим мы это на самом деле ускоряет время я за ускорение потому что данный момент эконом вариант несмотря на то что лента курт дорогая но по факту получается это ускорение времени для заказчика то есть такая первичка будет дешевле стоит чем как когда мы клеили бумажную там больше этапов здесь мы за один этап все делаем вплоть до того что можно сразу шпаклевать вот эту ямочку можно сразу финишной шпаклевкой проходить то есть прежде чем шпаклевать стены сначала проходим на сдир шов вот а потом все сплошняком шпаклюем то есть можно так или пройти тогда вторым слоем то есть шлифануть пройти вторым слоем эту ямочку который усела чисто ямочку и потом уже все шпаклевать так что вот такие дела такие вот у нас изменения да вот видно как она просела но самое главное что она не отходит нигде вот это самое главное зашкурится вот здесь видно ямочка туда усела вот минус конечно ленты курт то что она дает толщину дает толщину поэтому когда вы будете разговаривать заказчиком обязательно говорите что на швах немного будет если правило вот если заказчики любят ставить правило что где-то какие-то щели миллиметров бы что это в порядке вещей да вы можете развести на нет там на 40 на 50 сантиметров но все равно это не будет идеально если правило поставить все равно какие-то щелки будут светиться вот но это лучший вариант нежели если мы будем то есть будет дороже если мы конечно заказчик какой-нибудь скажет равняйте все по правилу я не хочу чтобы были зазоры как раз о каких зазорах идет речь хочу показать вот мы наклеили ленту нашу вот они зазорчики ведь в эту сторону и в эту сторону ну помимо этого обратите внимание здесь даже на фаски вот он прыгать здесь еще сам гипсокартон кстати вот сам гипсокартон еще имеет такой формула пить то есть от фаски вам прогнутый поэтому показываете вот такие вещи сразу заказчику смотрите давайте здесь покажу как мне показать не так вот что допустим вот она фаска то есть ленты здесь нет лента вот она закончилась то есть вот видно гипсокартон вот мы ставим на фаску и вот такой вот перепад сколько здесь на миллиметр миллиметр точно лишь полтора соответственно если доверху ставить потому что там больше щелка на 50 сантиметров вот о чем это говорит это говорит о том что на гипсокартонных стенах идеальности не ждите такой у нас материал пошел то есть не знаю как не помню как раньше было может я не обращал внимание на такие моменты но сейчас это стало нормой но они везде вы более-менее в разных позициях то есть вот такие вот перед фаской идут моменты но на самом деле я скажу это все только в россии имеет значение говорится во всех странах на это не обращают внимание вообще миллиметр-два перепады на стенах это в норме у нас же начинаю вот так вот представлять потому у вас что-то там светится у вас надо бы здесь накидать потом здесь накидал начинают так ставить у вас так здесь что-то появился да у нас совсем другой подход к работе то есть у нас люди я так сказал более привередливые с чем это связано не знаю вроде бы нации не сказать что богатые мы но по качеству мы очень требовательны очень все в принципе хочу напомнить подпишитесь на канал у нас чтобы мы имели связь держать с вами в яндексе яндекс цен ссылочку оставлю в описании также в контакт подписывайтесь это все до новых встреч